История, которую можно увидеть своими глазами. Победы, космос, литература, живопись, музыка – все это живая картина. В День народного единства больше сотни человек устроили масштабный флешмоб в Мегахимке. На день площадка торгового центра стала местом, где можно было буквально прикоснуться к великим эпохам. Под девизом «Подмосковье объединяет» здесь собрались дети, взрослые, старики, исполнили гимн России. «Все Отечество наше свободное». Зрители пели гимн вместе с участниками флешмоба. Масштабную картину живой истории в течение дня наблюдали тысячи человек. Конечно же, мы не могли пройти мимо этой истории, потому что знаем, что в нашей стране 4 ноября все, кто не уехал куда-то, обычные торговые центры. И мы хотели максимально, а здесь в Меге, чтобы вы понимали, порядка 10 тысяч человек в такие праздничные выходные не проходят. Ведь этот перформанс, который вы сейчас видите, будет повторяться каждые 2 часа, поэтому большое количество людей увидит его. После участники флешмоба заняли свои места на локациях. Одна из самых популярных – это Великая Отечественная война. Это оружие, форма и даже средства связи военного времени. Мы с собой еще привезли телефон ТАИ-43. То есть это основной телефон Великой Отечественной войны, полевой. Вот тут есть ручка. Вы ее нажимаете и говорите. Медали, фото, флаги. Здесь Игорь Тишков вместе со своей семьей делает фото на память. Рассказывает, его дед в 40-х защищал нашу страну. Пропустить эту экспозицию не мог. Только зашли на экспозицию и сразу нам как-то ближе все-таки в Великой Отечественной. Поэтому скорее сюда посмотрите и поучаствовать в этом мероприятии. Войну 41-го, 45-го и битву с Наполеоном разделяют больше сотни лет. Но здесь всего пара шагов. И вот гусары в парадных мундирах с мушкетами. И вот еще на век или два назад. Народный промысел – мужчины в кольчугах с доспехами и барышни в сарафанах. Да за ткацким столом. Работа сложная. Работливая работа, конечно. Это вот я сижу здесь, развлекаюсь. А тогда ведь некогда было развлекаться. 16 часов женщины за станком проводили. Представляете, всю зиму ткань. Погружаясь в историю, не забыли о современности. Что сегодня актуально, что волнует жителей Подмосковья и, конечно, химчан. Площадка коммуникаций заинтересовала многих. Одну из первых встреч провел глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Поговорили о социальных проектах, общении в сети, о том, как развивается Московская область и в том числе химки. Глава муниципалитета посетил и другие площадки праздника. Одной из них стала экспозиция о космосе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Дмитрий Волошин отметил масштабность праздника в городском округе. У нас проходит День народного единства не только в Меге. Он проходит еще в трех парках на территории округа. И традиционно ежегодно принимают тысячи людей участие. Все понимают, что мы должны быть едины. Мы все помним о тех подвигах наших предков, которыми мы сегодня гордимся. И для нас это большой праздник. Также центральной площадкой в День народного единства стал парк имени Льва Толстого. В течение дня здесь работала полевая кухня, проходили мастер-классы от Клуба исторической реконструкции и, конечно, концерты, где все желающие объединялись в танце.